тут знаков нет это какой какая улица вот это будет 1 брестский переулок да значит так она давайте так по существу вопроса ну первое первое что очень конечно кидается в глаза это состояние но центр города состояние у я ехал на машине бампером цеплялся два раза ну причем ну как бы понятно что на легковой машине сюда не проехать недовольство из-за того что поставили этот знак да естественно в начале переулка вот здесь вот он первые дома за поворотом это надо ехать километр по грязи бить машину или проехать здесь 50 100 метров и поставить машину во двор но а проблема а до этого была проблема с тем что здесь постоянно гоняли машины нет но то есть необходимость знака ее не было все больше и такси и такси если кто вызывал сорка все ну в принципе а с неделю мусорка проезжает из коммунальных машин все больше здесь есть только своих как бы это не решила проблему а только добавил а то есть кто-то был с краю мог подъехать отсюда а теперь ему надо обязать в обязательном порядке почувствует своей пятой точкой все качество бездорожье заехать отсюда мы холостякова вообще не пользовались сейчас получается что нам придется пользоваться холостякова как пишет экспресс что там загружена там то узко холостякова на загружена а мы что будем тогда все выезжать опять же на холостяковой увеличить поток на холостякова то есть проблема магазин тоже магазин расположен в конце переулка то есть чтобы мне сейчас попасть на дома в магазин к примеру или там те дома которые живут там в начале да вот где знак поставили им тоже надо сейчас выехать с переулка объехать и попасть в магазин это что за ерунда и тут не один такой переулок их тут много почему именно коперника выставили на а вообще ходил кто-нибудь спрашивал мнение людей собирали вчера штука поставить ну то есть как всегда кто-то решил кто-то придумал один человек какой-то решил здесь это все сделать и не было никакого не собрание не опроса ничего абсолютно то ставит знаки сказали что это было обращение граждан только какие граждане обращались никто ничего не знает а в индекс прессе написали что якобы в то что холостякова узкая то есть две машины не могут разъехаться поэтому здесь поставили знак все остальные переулки без знаков без знаков да все стало такого что односторонние сделали так я и говорю так делали бы уже холостякова односторонним движением а причем тут переулок не дороги еще и знаки дороги уже нет я так понимаю обращаемся к руководству города с просьбой обратить внимание на проблему ну и как-то во-первых ее объяснить ну а во-вторых решить ее потому что понятно сейчас все уже получали ну премии там поощрение никто это знак не будет откручивать тут и правильно но с учетом того что ну как бы главе администрации там к руководителю к юрию анатольевичу там просьба что ну будьте людьми здравомыслящими для чего во-первых нет порядка на улице ну улица такая в крайне того чтобы по ней ездить нужно ее сделать проездной нормальный по которой можно есть если такие знаки ставить сначала надо было сделать дорогу нормальную а которую можно передвигаться а потом ставить такие знаки соседние сделали там засыпали щебнем там я сам там ездил там нету провалов там едешь по твердому покрытию согласен неизвестно ты можешь ехать с колеи в забор вехать но я к вам ехал по шопена там тоже ситуация там просто пошире там есть выбор то можно выбрать где похуже где получше здесь у вас у нас выбора нет и дело в том что это сейчас чуть-чуть подсохла и морозе сберется я так понимаю что если сюда заехать ночью то можно все это забору ехать ну можно легко да ну а машин легко но бампер бампер порвать можно легко знать все кокодил говорят а то говорю наоборот сначала ставите знаки потом эти возмущения людей будут из холостяковой улице люди будут ехать потом пройти невозможно не то что проехать лёша в начале переулка с той стороны как ты въезжал там в первом доме живет военный у него маленький ребенок вот ему допустим чтобы выехать с ребенком ему надо ехать через этот весь переулок и выезжать а раньше он выезжал с горожай ну да он теперь туда не может вообще никогда не приезжал даже сама как ему до холостяковой по такой дороге там же невозможно проехать только я с необходимость либо зимой либо летом не ну то бишь опять же летом ты едешь я не знаю я на свои там нечем цепляют там тоже клея такая выбита я собираю дни чем-то да и широкая машина туда ты цепляешь однозначно так и я на своей цепляю с колеи вылазить получается ты едешь либо в клеи забором вылазишь по кустам пошел либо еще как колеи поедешь ты начинаешь меня еще такая мысль все время думаю ну кто 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 кого надо умел откуда как ты будешь столько лет всю жизнь я здесь живу никто никаких проблем не аварий ничего тут не было кому это в голову сбрело вот это все кому-то сбрело кто-то решил что лучше знает нет наверное кто-то без работы сидел а надо что зарплату платить надо надо что-то делать все знают что в пятницу едет мусорка все знают что ставим машины в карманы даже по пятницам потому что карманы специально поделали на заборах только у машины все карманы сделали для того чтобы разъехаться и все сейчас никогда конфликтов даже не было с разъездом посигналил две секунды выбежали кто-то выбежал кто-то просто задом сдал разъехались и умеем будем надеять будем надеять кто-то ж кто-то ж кому-то накапал ее но кто-то ее создал кто-то ее решил не вникая причем и не учитывая мнение общее мнение никто не собирал людей никто не спрашивал тем более в таком переулке не значит незначимым не проездной но надеемся надеемся что в городской администрации купили в прошлом году в конце года телевизор за 16 тысяч долларов и надеюсь что они будут смотреть наши ролики на ю тубе изучать проблему и обращаться к проблемам насущным но им так будет проще поэтому надеемся у нас есть сколько я живу у нас администрация работает не на то чтобы проблем не было администрация работает над на наоборот на то чтобы эти проблемы создавать и потом решать самим же ну да это советская такая же советские я принца я полос